Светлышева Ольга Юрьевна Я являюсь членом Национального союза кадровиков и сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента, кандидат в юридических наук. Свою деятельность я начала в высшем учебном заведении преподавать нау. Затем кризис жанра и пережила HR, обучившись перед этим, окончив годичные курсы и получив липлом о переквалификации. HR в переводе с английского означает фирменный ресурс, то есть филорические ресурсы. Так называют менеджер по персоналу и свою деятельность в этом направлении я начала с кадрового агентства. Затем выросла до директора по персоналу. И подбор персонала для меня был, пожалуй, ведущей деятельностью в этом направлении. Курсы, которые я веду на сегодняшний день в нашем центре, это курсы по управлению персоналом, в частности для рекрутеров, для менеджеров персонала, для директоров персонала и кадровые курсы для тех, кто занимается оформлением трудовых отношений. А именно речь идет о кадровиках, то есть работников кадровой службы, занимающихся делопроизводством и трудовым законодательством. Инспектора, специалисты отдела кадров, начальники отдела кадров. Мои контакты перед вами. В красном моя почта выделена корпоративная. Если вам хочется подробнее узнать о наших преподавателях, у каждого преподавателя есть своя страничка. На нашем сайте специалист.ру и по фамилии можно найти преподавателей, подробнее о нем прочитать. Кроме того, я зарегистрирована в социальных сетях, и мне всегда приятно, когда ко мне приходят друзья из наших слушателей, и мы общаемся. Перед нами схема прохождения курса по кадровому менеджменту. Сегодня мы будем говорить о подборе, и если вас более расширенно интересует эта тема, вы можете точно так же прийти к нам на курс менеджера персонала, уровень 1 и уровень 2. И у нас есть замечательный курс, который называется «Практический курс по подбору персонала. Современные методы приема собеседования». Там мы отрабатываем методики, о которых узнаем теоретически на курсах менеджмента персонала 1 и 2 уровень. Вопросы, которые мы будем рассматривать на нашем сегодняшнем вебинаре. Первый вопрос. Мы разберемся, а существуют ли действительно альтернативы подбору персонала? Можно ли вообще обойтись без подбора? Второй. Как могут организационные изменения заменить подбор персонала? Вообще, что это такое организационные изменения в организации? Как вместо подбора персонала эффективно использовать современные кадровые технологии? Какие кадровые технологии есть? Как они перекликаются с трудовым законодательством Российской Федерации? И четвертый вопрос. Как мы можем проводить работу с конкретными сотрудниками, чтобы не набирать новых, а силами тех работников, которые у нас уже имеются, выполнить те функции, которые стоят перед... и те задачи, которые стоят перед компанией? И в конце я отвечу на ваши вопросы. И еще, в самом конце, мы с вами проверим ваши знания, которые вы получите на этом вебинаре. Начать мне хотелось бы с того, что очень часто собственники компаний и топ-менеджеры задаются вопросом, а как эффективно использовать тот ресурс, который имеется? Потому что любой подбор персонала – это затраты определенные, это деньги, причем не только прямые, но и косвенные затраты. И вот этот вопрос очень часто задается тем людям, которые занимаются управлением персонала, например, менеджером по персоналу. И, к сожалению, не каждый менеджер по персоналу может ответить на этот вопрос. Потому что, ну, что мы знаем? Мы знаем, что есть подбор, что надо дать объявление о вакансии в HeadHunter или в Суперджок и дальше ждать отклика, ну, или искать эти же резюме на тех же самых сайтах и затем уже приглашать на собеседование. Итак, вопрос первый. А существуют ли альтернативы подбору персонала? То есть можно ли вообще без него обойтись? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте определим, что входит в понятие подбора персонала и какие задачи стоят перед подбором персонала. Задача фактически одна, но мы ее разложим на три вот такие пункта. Первое. Найти максимально соответствующего требованиям работы кандидатов. То есть у нас есть некий функционал, который надо выполнять, у нас есть требования образования, квалификации, какие-то другие требования к кандидатам. И нам необходимо найти того, кто будет этому соответствовать. Кроме того, выделяют определенное время. Понятно, что подбор персонала не может длиться вечно. А найдите нам секретаря. И вот мы ищем секретаря год, два, три, пять, потом уходим на пенсию, а секретарь так и продолжает искаться. Дело в том, что деятельность менеджера по персоналу, по подбору персонала и рекрутера, как раз тот самый человек, который занимается подбором. Вот его деятельность должна быть результативной. И его мотивация должна быть направлена именно на достижение цели. Закрыл определенное количество вакансий с определенным качеством, получил свой голос или премию, не закрыл, не включил. Вот так должно работать. Поэтому время всегда определяется, сроки. И, конечно, с наименьшими затратами. Потому что для того, чтобы отобрать персонал, нужен определенный бюджет, как минимум. Деньги нужны. Для чего? Для того, чтобы разместить объявления в вакансии, для того, чтобы иметь доступ к базе данных, посмотреть, просматривать резюме, для того, чтобы работать с посредниками, например, с кадровыми агентствами и так далее. Это определенные деньги. А если мы будем рассматривать не только прямые затраты, которые тратятся, но и посвенные, например, трудозатраты, то это возрастает в разы. Например, подбором персонала занимается не только специально обученный человек, менеджер по персоналу, но и лицепринимающие решения. Например, начальник отдела. Он тоже просматривает резюме. Он тоже тратит время на собеседование. А каждый его час работы, естественно, сколько это стоит. Какая-то определенная сумма. Вот они, косвенные затраты. А если мы говорим, что в подборе персонала участвуют еще и службы безопасности, психологи, другие специалисты, то получается, сумма возрастает во много раз. И так мы определили задачу подбора персонала и поняли, что это достаточно затратное мероприятие. Тогда возникает вопрос, а можно ли обойтись без подбора, тем более в наше сложное время, во время кризиса. И ваши ответы? Наши нет. Нельзя. То есть мы считаем, что нельзя обойтись без подбора. А что думают наши вебинаристы? Пусть они тоже напишут свое мнение. Ну, пока вебинаристы высказывают свое мнение, я вам сразу же скажу, что если бы на этот вопрос был отрицательный ответ, нельзя обойтись без подбора, я бы не стала тогда делать данный вебинар. Следовательно, есть такая вот небольшая ловушка в этом вопросе. И так мы получили ответы от наших вебинаристов, а именно вырастить в коллективе. Отлично. И все, да? Вот один вариант вам предложили. Я считаю, что на этот вопрос должен быть положительный ответ. Да, можно обойтись без подбора. Не всегда. Но есть случаи, когда это можно сделать. Как же? Каковы альтернативы подбору? Я сейчас их перечислю, а потом будем каждый из этих альтернатив уже обсуждать. Хорошо? Все вот эти альтернативы можно разделить на две большие группы. Первая группа – организационные изменения. Их можно использовать во многих компаниях, независимо от того, кто именно работает в этих организациях и какие функции выполняют. Организационные – от слова именно организация. Вот что в организации можно сделать такое, как можно перестроить, чтобы обойтись без подбора. А вторая группа составляет работа с конкретными сотрудниками. Тут мы уже ничего не меняем в организации, то есть функционал остается прежним, но мы работаем непосредственно с работником. И что-то ему предлагаем. Вот как-то изменить свое поведение или время работы, или что-то еще, когда работник действительно может это сделать. Но в штатном расписании так и остаются те же самые должности и так далее. Итак, к организационным изменениям мы относим. Автоматизация бизнес-процессов. Сейчас подробнее о них расскажу. Реинженеринг бизнес-процессов, то есть перестройка бизнес-процессов. Перераспределение функционала, который мы предлагаем нашим работникам. Следующие организационные изменения, это современные кадровые технологии. Наверняка многие из вас слышали такие термины, как аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала. Приняйте, пожалуйста, руку или напишите, кто знает, чем отличаются аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг. Аутсорсинг, да. Нет, вы просто поднимите руку. Вот, Дарья знает, а вы тоже знаете. Хорошо. Сейчас проверим ваше знание. Далее у нас идет... Ага. Так, там еще кто-то подсоединится. Хорошо. Далее у нас идет другая группа, это работа с конкретными сотрудниками. Что же мы можем предложить нашим работникам? Мы можем предложить работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Мы можем предложить, чтобы в одну единицу времени работник производил больше продукции или услуг. То есть это производительность труда. Мы можем изменить мотивацию так, чтобы работник во время рабочего времени не тратил его к опусту, а все-таки интенсивно выполнял свои функции. Мы можем повысить квалификацию, и тогда работник будет не одним пальцем набирать текст, а десятипальцевым методом, слепым методом, например. И работа, конечно, с кадром резервом. Вот кто-то написал из вебинаристов о том, что вырастет в своем коллективе. Вот это и есть работа с кадром резервом. И теперь логично было бы понять, как организационные изменения помогут заменить подбор. По порядку. К организационным изменениям мы отнесли автоматизацию бизнес-процессов, переинженеринг-переструйку, перераспределение функций и современные кадровые технологии. Начинаем с автоматизации. Теперь мне нужна ваша помощь. Поскольку люди здесь опытные сидят, насколько я понимаю, меня интересует. Скажите, пожалуйста, как в ваших организациях можно автоматизировать бизнес-процессы и какие бизнес-процессы можно автоматизировать для того, чтобы заменить какого-то работника. Вместо работника поставить компьютер и тогда другой работник выйдет в два раза больше, например, как вариант. Есть какие-нибудь бизнес-процессы, которые можно заменить? Елена, Дарья. Документ-оборот. Хорошо. Итак, раньше мы, допустим, приказы делали в Ворде, это занимало время, а теперь у нас есть программа 1С. И это гораздо быстрее, потому что и отчетов можно делать, а Галя и Елена. Есть какие-то примеры? Ист, заметили, при подборе персонала практически незаменимая программа истов. Спасибо. Следующий – реинжиниринг бизнес-процессов. То есть перестройка. Кто-то может привести пример реинжиниринга, как он может помочь уйти от подбора? Никто не может. Может быть, кто-то из наших вебинаристов напишет, и тогда я прочитаю. Я хочу привести такой замечательный пример. Он немного анекдотичный, но, тем не менее, он очень ярко показывает, как это можно сделать. А та компания лет 10 назад была создана как семейная. Вы знаете, что многие организации именно так создаются. Несколько человек собираются и принимают решение о том, что хорошо бы свой бизнес открыть. Они открывают свой бизнес, поскольку инвестиций было не так много, еще не раскрутились, то стали арендовать помещение в подвальном помещении для одного из бизнес-центров. И там в этом подвальном помещении было несколько комнаток, где они и работали, и кофе пили, и так далее, и так далее. Затем дело очень быстро пошло и раскрутилось. И в результате эта компания выкупила сначала один этаж, потом второй, третий, и в результате все здание выкупила. Но стереотипы-то остались. И получилось так. В этой компании очень большая проблема. Она заключается в том, что у руководителя организации в приемной сидят два секретаря, два рабочих места. Почему два? Потому что один секретарь отвечает на звонки и принимает посетителей, а второй секретарь, и выполняет поручения руководителя, а второй секретарь приносит чай, кофе в тот момент, когда приходит посетитель, и это нужно сделать. Потому что первый секретарь не может отключаться с рабочего места. У вас, получается, там старший и младший. И вот этот второй секретарь, то есть эта позиция, она очень часто бывает вакантной, потому что заработная плата там ниже, потому что не квалифицированный труд. И во-вторых, очень скучно сидеть целый день, ничего не делать, несколько раз спуститься вниз, сделать кофе и принести кофе руководителю. Как вы думаете, как можно выйти из этого положения, перестроив бизнес-процесс, то есть провести реинженеринг? Смену сделать, например? Хороший, да, хороший пример. Но тогда, если мы будем менять функционал, то есть работники будут меняться, тогда в этом случае у них должна быть заработная плата одинаковая, как минимум окладная часть одинаковая. А помните, у нас же эффективность должна быть, да, оптимизация. Дарья, у вас есть какие-то предложения? Я так поняла, может, распределить, что это вот, что добавить, и второе, что это, помимо того, что... Да, как вариант тоже можно, но никто не отдает свой функционал. Отдел кадров не отдает, бухгалтери не отдают и так далее. Ну, я уже сказала, что это немножко анекдотично, потому что если мы выйдем до рамки вот этого стереотипа, у нас получится следующая ситуация. А, вот, кстати, у нас письмо, может быть, как раз здесь есть какой-то интересный вариант. Давайте посмотрим. Вот так вам все видно, хорошо. Так, поставить кофемашину. Молодец! Я не знаю, кто это отвечает, потому что я не вижу, у нас несколько человек под одним именем. Не вижу, кто это. Но мысль-то хорошая. А почему бы нам не взять эту кофемашину, не перевезти поближе к директору, там, где он находится, да, и, в общем-то, один секретарь может с этим справиться, ему не надо будет спускаться в подвал. И тогда мы что, можем сделать в штатном расписании? Убрать одну штатную единицу. Вот у меня альтернатива подбора. Оптимизация. Марина пишет. Молодец, Марина. Пять баллов. Оночка. А у нас будет один секретарь. Сейчас у нас две штатные единицы, потом остается один. Вот и вся разница. Но если он захочет двоих, конечно, он может содержать. Он может даже целую роту секретарей посадить и платить им деньги. Это да. Но мы сейчас говорим о том, что нам нужна оптимизация, и цель наша, конечно, эффективность работы. Вот примерно так реинженерный бизнес-процесс. Но я могу привести другой пример, более серьезный, скажем так. Хотя вот эта ситуация, которую я описала, это реальная ситуация одного из наших слушателей. Рассказывала. Ситуация. Допустим, табель учета рабочего времени. Вы знаете, как это делается. Наверное, два раза в месяц табельчик заполняет табель, передает руководителю, и руководитель оставит свой подпись о том, что он ознакомен с тем, что написано, передает в отдел кадров, отдел кадров проверяет табель, на предмет документов, которые есть в отделе кадров, что-то там исправляет. Например, если в табеле стоит БББ, то есть больничный, а этого больничного нет, то отдел кадров говорит, нет, это не БББ, а НН. Пока не будет документов, мы не можем писать, что это БББ. И затем передает в бухгалтерию для того, чтобы рассчитывать заработную плату. Вот он, бизнес-процесс. Как минимум, четыре человека задействованы, правильно? Четыре работника. Как можно оптимизировать или перестроить этот бизнес-процесс? Один не получится, как минимум двое. Итак, один работник, тот же самый начальник отдела, начальник подразделения, он и табельщик, он объединяет эти функции. И мы, предположим, обходим отдел кадров, потому что этот же начальник получает всю информацию по документам, у него есть либо копии приказов, например, или листков внутреннеспособности, либо у него какая-то база есть, куда он имеет право входить. И сразу же делает табель с изменениями стратегическими, и сразу отдает в бухгалтерию, вот и все. Мы убираем два звена табельщика и отдел кадров, и у нас получается меньше функционала. Таким образом, проработав все бизнес-процессы, мы оптимизируем затраты на персонал. Еще один момент. Это перераспределение функций, оптимизация организационной структуры. Ну, во-первых, давайте вспомним, что такое организационная структура. Похоже на организационную структуру, да? Хорошо. Есть разные виды организационных структур. Вот в данном случае мы с вами видим пример такой функциональной организационной структуры. В большинстве компаний, крупных компаний, государственных компаний, именно такая функциональная организационная структура традиционная, где идет первый уровень управления, это руководители организации. У него есть какие-то заместители, директора. Каждый заместитель, вот эти заместители называются еще по-другому функциональными руководителями, потому что каждый из них отвечает за какие-то функции определенные. И у заместителей есть подчиненные подразделения, например, бухгалтерия, кадры, продажи и так далее. И у каждого руководителя подразделений есть даже какие-то свои подчиненные. Вот примерная функциональная структура. Далее встает вопрос, а всегда ли вот такая громоздкая структура нужна в организации? Может быть, ее как-то можно оптимизировать? Как вы думаете? Я думаю, что у нас будет другая отделка, это получается, бухгалтерия. Да. И что-то вот, и что-то там сокращает экономическую дирекцию. Может быть, там, да. Да, спасибо. Вот, допустим, Дарья предлагает следующий вариант. Мы видим, что в бухгалтерии два человека и в отделе кадров два человека. Но над ними у каждого есть начальник, еще плюс начальник отделок, плюс главный бухгалтер. Дарья предлагает объединить, а почему нет? И убрать, допустим, должность начальника отдела кадров. Может один руководитель бухгалтерии руководить четырьмя подчиненными? Да? Может или нет? Это много? Ну, нет, конечно, это немного. Давайте... Мы видим, что в бухгалтерии два всего работника, да, и в отделе кадров два работника. Вот если бы это было 22, мы бы, конечно, задумались. Но в данном случае это не так много. Итак, давайте посмотрим, какие же есть возможности оптимизации организационной структуры. Первое. Анализ нормы управляемости. Есть такое понятие, как магическое число Миллера. Кто-нибудь помнит эту формулу? Магическое число Миллера. Это сколько? Помните? 7 плюс минус 2. То есть от 5 до 7. Что такое 7 плюс минус 2? Это кратковременная память человека. Миллера проводил такой эксперимент. Он предлагал испытуемым в течение 10 секунд посмотреть на предметы, было много предметов, и постараться их запомнить. А потом он давал время, чтобы люди записали то, что они запомнили. И когда он проводил много таких экспериментов, выяснилось, что кратковременная память, вот когда мы смотрим, запоминаем, она как раз и запоминает именно вот в этом диапазонии. От 5 до 9. Это в среднем. Есть люди, которые меньше запоминают предметов. Есть люди, которые меньше запоминают, есть, наоборот, которые больше. Но все равно это в среднем выходит 7 плюс минус 2. Так, да, вот Лариса нам написала, пожалуйста, 7 плюс минус 2. Умничка, молодец, Лариса. Все правильно. Это я к чему? Что если у вас очень крупная компания, я начала об этом говорить, и у генерального директора в подчинении более 9 человек, то это уже переговор. Он не сможет успевать давать задания, контролировать выполнение и так далее. Поэтому ему нужен будет заместитель, который разделит с ним вот этот функционал. Итак, анализируем норму управляемости. Далее, снижение численности управляющего персонала. Если мы начинаем сокращать, то, конечно, нужно сокращать в первую очередь верхушку. Безусловно, потому что иначе вся наша пирамида упадет. Если мы сократим линию персонала, останется только руководство, то, естественно, это будет неоптимально. Количество уровней организационной структуры. У нас с вами сколько уровней было? Я вам показывала. Помните? Предыдущий слайд. Генеральный директор – первый уровень, второй уровень. Заместитель – третий уровень. Руководители отделов. И четвертый уровень – льнии персонал. В нашем случае. Но их может быть больше. Это так называемое уплощение организационной структуры. Когда мы убираем какой-то уровень. Например, уровень заместителя генерального директора тот можно убрать. Согласитесь, правда? Тогда у него в почти не путь всего четыре заместителя. Главный бухгалтер, допустим, начальник отдела продаж, если мы оставляем его, руководитель отдела продаж, ну и какой-то еще руководитель. Четыре вполне. Даже минимум от 7 плюс-минус 2 не соблюдайте. Четыре. Вот, молодец, тоже написал. Кто-то нам. Спасибо. Велима Марина. Количество подразделений по сложности управляемости. Это тоже очень важный момент, потому что если у нас много подразделений, как я уже сказала, отдел квадров, бухгалтерия и так далее, и там по одному, по два человека, то нет никакого смысла держать такое количество подразделений, можно сократить. Еще в каждой компании весь персонал можно разделить на две группы, так называемые фронт-офис и бэк-офис. Разницу помните? В чем разница? Фронт-офис и бэк-офис. Дарья, не в курсе, нет? Может быть, это из наших криминалистов, Марина, Лариса, кто еще подключился, пожалуйста, можете написать. Фронт – это в переводе с английского это передовая. Бэк – это спина, то, что сзади. Таким образом, фронт-офисом называют тех, кто работает непосредственно с клиентами или создает какой-то продукт, а бэк-офис – это поддерживающая подразделения, например, бухгалтерия, отдел кадров. Фронт-клиенты. Да, все правильно. Фронт работает с клиентами. Да, все правильно. Это пишут наши вебинаристы. Все правильно. Согласны с вами. Так вот, если у нас будет соотношение бэк-офиса больше, чем фронт-офиса, в этом случае получается, что фронт-офис, допустим, те же самые менеджеры по работе с клиентами, они кормят, условно, конечно, всех остальных. Может быть, в нашей организации не требуется такое большое количество персонала, поддерживающего, например, экономический отдел. Вполне возможно, мы обойдемся, допустим, в основном бухгалтерии. Следующий момент – это соотношение персонала в центрах прибыли и центрах затрат. Ну, это уже напрямую зарабатывание денег. Если в производстве у нас 100 человек, а в центре затрат, так называемых, опять же, в кавычках, там, служба персонала, и все прочее, в два раза больше, то вопрос, кто кого кормит, и битый, 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 не битый везет. Конечно же, это фонд оплаты труда. Оптимизировать фонд оплаты труда нужно и следует. Здесь тоже есть разные варианты, и они тоже связаны с оптимизацией организационной структуры. Ну, а мы с вами переходим к следующему моменту, а именно к дополнительной работе. Дополнительная работа – это то, что мы работаем с конкретными рамками. Итак, дополнительная работа. У нас, предположим, количество персонала 100 штатных единиц. Мы сейчас пока про единицы говорим. В штатном списании 100 штатных единиц. И при этом половина, 50% открытых вакансий. Но компания каким-то образом работает, и даже получает прибыль. О чем это говорит? То, что работают с конкретными, получается, что справляется. Значит, справляется. Совершенно верно. И он, в принципе, нераватный, не сидит с шесть, а там сидеть. Да, конечно, сидеть. Мне понравилось вот это сидеть. Работать, наверное, все-таки выполнять свои функции. Так вот, может быть такая ситуация, что в течение рабочего времени работник успевает выполнить свою работу за того парня, который находится в отпуске или болеет, и еще даже посидеть в социальных сетях, что-то там написать. Бывает такое? Так, у нас еще какое-то сообщение. Сейчас прочитаю. Кто-то работает сверхурочной. Пишет Лариса. Да, про сверхурочную работу сейчас мы отдельно поговорим с вами, потому что это работа с отдельными категориями работников. Я хочу сказать о том, что работникам можно поручить некий функционал, допустим, на время отсутствия какого-то другого работника, когда он в отпуске или взаимодзаметя. Совершенно верно. При этом в ТК РФ это тоже регламентировано. В частности, есть статья 60.2. Так вот, дополнительная работа, которая указывана в этой статье, не требует заключения отдельного трудового договора. Как в 17-м, например. И выполняет в течение установленной продолжительности рабочего времени. Вот 40 часов нормальной продолжительности рабочего времени, в течение 40 этих часов работник выполняет дополнительные функции. Срок объем работы устанавливается по договоренности между работником и работодателем. То есть работник и работодатель собираются вместе и обсуждают. Вы готовы выполнять эти функции? Да, я готов. В течение какого времени? Такого. Вы можете все функции? Нет, я не успеваю. все функции, давайте я уберу там 30% в этом функционале. Хорошо. И, кстати, оплата тоже доплата, оплата ведется по договоренности. Мы готовы вам уплатить 30% от оплата вот той штатной единицы, которая не есть. Да, мы согласны. Все это закрепляем и получается дополнительная работа. Кроме организационной структуры, оптимизации штатного расписания и так далее, есть еще так называемые современные кадровые технологии. Вот об этом мне тоже хотелось бы с вами поговорить. И современная кадровая технология заключается в том, что мы пользуемся не услугами наших работников, а услугами каких-то других людей. Как вы думаете, о чем идет речь? Да, да, да. Совершенно верно. Аутсорсинг. Аутстаффинг, лизинг персонала. А как вы думаете, когда все это началось? Когда стали использовать заемный труд? Так, у нас еще одно сообщение. Аутстаффинг. Да, Лариса абсолютно правильно написала. В Российской Федерации 2004 года. Замечательно. А в мире? Например, век какой? Ну, ближе к нашему 20 веке. И произошло это в Соединенных Штатах Америки. А так, у нас еще какой-то ответ есть. 19. Лариса тоже считает, что это 19. Нет, это было не так давно. Это было в 20 веке. И произошло это в следующем образом. В Соединенных Штатах Америки в 30-х годах прошлого века возникла некая ситуация. Фермерам нужны были рабочие. Но рабочие на сезон, сезонные рабочие. Только летом, допустим, и осенью, чтобы собирать урожай. А дальше они не нужны. Фермеры приглашали на работу, расплачивали с ними, и все. И полгода люди ничем не занимались, голодали и так далее. Тогда один предприимчивый человек решил сделать следующее. Вернее, не предприимчивый человек, извините, пожалуйста, это были профсоюзы. Они решили сделать так. Они стали объединяться в организации и предлагать фермерам вот эти услуги. Плюс фермерам какие? Надежность. Им не надо самим искать, где это этих людей. Мы всегда можем вам представить вот этих работников, предоставить этих работников. Плюс для работников какой? Что у них благотическая оплата идет. То есть им не сразу все деньги выдают, а по частям, в течение 2 раза в месяц. И они получают стабильную оплату стоянную. Тоже плюс. И они всегда имеют вот это вот. И на базе вот этого подхода возникли первые кадровые агентства. Они возникли чуть позже, уже в 40-х годах. Обратите внимание на название первых кадровых агентств. Вам что-нибудь говорят они? Вы знакомы, слышали о каких-то агентствах? Может, вы даже работали с ними? Какое? Юнити. Нет, нет, вот из того, что есть. А посмотрите внимательно. Наверняка ведь слышали. Мэр Пауэр, разве не слышали? Они работают на российском рынке у нас. А Келли Сэйвисы, слышали? Тоже на российском рынке работают. Они до сих пор работают. Представляете, сколько лет уже прошло. Так, а что это у нас тут? Так, кто-то, видимо, слышал. А Мэр Пауэр, Келли Сэйвисы, отлично. Лариса у вас очень продвинутая. Молодец, Лариса. Так вот, именно в кадровых агентствах возникли первые мысли по использованию новых вот этих кадровых технологий. Для чего они нужны, эти кадровые технологии? Во-первых, если в компании небольшое штатное ограничение, ну, например, некоторые компании пользуются льготным налогообложением, если количество персонала не превышает до 800 человек. Если мы будем дополнительно кого-то брать, все, уже не получится. А нам-то надо всего два человека, предположим. Тогда нам проще обратиться к кадрам по агентствам. А выполнение краткосрочных проектов, то есть срочные трудовые договоры заключаем, или экономия на оформлении штатных работников. Что я имею в виду? Когда мы оформляем работников на работу, если у нас есть бухгалтера или кадровые работники, вы нам, наверное, поможете. Работодатель не только перечисляет два НДФЛ, то есть налог на физическое лицо 13% на сегодняшний день, собирается поднять его, но и еще дополнительно налоги перечисляет в разные фонды уже сам работодатель. А это достаточно крупная сумма, и это невыгодно для работодателя, потому что идет процент. Так вот, чем больше работников, официально оформленных, тем больше работодатель платит эти суммы. А здесь идет как раз экономия, ему нужно платить. И, наконец, привлечение высококлассных специалистов. Вот если нам нужен высококлассный специалист, где мы его найдем? Ну, в лучшем случае, хэдхантинг. Представляете, сколько денег, сколько времени, сколько трудозатрат для уговаривания, переманивания и всего прочего. А здесь все очень просто. Мы обращаемся в соответствующую организацию, и нам представляют этого готового специалиста, потому что у них есть БАД, а они уже работают с этими специалистами. Вот Лариса пишет, что у нас главбух работает через Manpower и Logistics. Отлично. Отлично. Вот вам пример. А теперь разберемся по поводу разных технологий. Итак, мы с вами перечислили три технологии. аутстафинг, аутсорсинг и лизинг персонала. Кто-нибудь знает разницу между этими понятиями? Аутсорсинг, я знаю, что это как-то, как это, когда ты предыдуешь, не знаю, что это, ну, прям в толстине, как в галки, ну, в результате. Я сказала, что это, да, у него будет как-то более персонал, который... Спасибо, Дарья. И вот нам еще написала, видимо, Марина. Аутсорсинг – это передача бизнес-процессов, аутстафинг, представление работников, лизинг, разновидность аутсорсинга. Вот как пишет Марина. Хорошо, спасибо. Есть какой-то другой момент? Аутсорсинг – это кратковременно, это кратковременно, начали с собой. Аутсорсинг – это более как-то кратковременно. Спасибо, Елена. Кратковременно, то есть по срокам отношений. Я прошу прощения, тут оказывается, Татьяна. Дело в том, что Марина и Татьяна вышли под одним именем, поэтому у меня большая просьба, если есть возможность переименуться, пожалуйста, и тогда я уже точно буду знать, кто отвечает на вопрос. Спасибо. Ну, небольшая подсказка уже на экране есть, давайте все-таки разберемся, в чем разница между этими технологиями. Аутсорсинг. В нашей организации, предположим, есть какой-то персонал, и мы бы хотели с ним продолжать работать, но при этом непомерное время вот этих налогов и всего прочего, кроме того, есть определенные риски, работники увольняются с пандалом, нам приходится с ними судиться и так далее. Нас это совершенно не устраивает, у нас нет своих юристов, у нас не такая большая организация, и мы принимаем решения. Мы выводим за штаб, то есть увольняем этих работников, и они оформляются в другую компанию, в компанию посредников. Но это наши работники. Мы их подбираем, мы их оцениваем и так далее. Единственная разница заключается в том, что они оформлены не у этого работодателя, не у фактического, а у какого-то другого. И все риски несет именно тот работодатель. Аутсорсинг – это использование внешних ресурсов. То есть у каждой компании есть какие-то функции, так называемые неспецифические. Например, клидинг, уборка или охрана. Это неспецифические функции. Специфическими функциями можно назвать, например, вот в нашем центре компьютерного обучения, специалисты – это обучение, это специфическая функция. И отдавать на аутсорсинг при подавании мы не будем, потому что это наша база. А вот уборку мы можем отдать другой компании. У нас есть клининговая компания, которая этим занимается. Или, скажем, охрана. У нас охранники там где-то сидят. То есть это целый бизнес-процесс какой-то берется и отдается провайдеру, посреднику. Лизинг персонала. Лизинг персонала. А, так, извините, у нас, пожалуйста, тоже еще какое-то письмо есть. Уборщица тоже на аутсорсинге у нас, пишет Лариса. Хорошо. Так, и еще Лариса пишет, у нас компания ТНД, и вот бухгалтерика отродила производство. Наверное, это аутсорсинг. Это аутсорсинг, совершенно верно. Хотя я, я вам честно скажу, не сторонник передавать персональные данные работников третьим лицам. То есть, если еще передаем, можно, конечно, очень тщательно все проверить. Я помню, все документы согласились. Потому что это очень важно. И лизинг персонала. Что такое лизинг? Это так называемая ориента. Ну, в кавычках, конечно. Примерно. Допустим, у нас промышленное производство. И на производстве работают рабочие. Токарь, слезь или так далее. И вот когда заболевает один из них или уходит в отпуск и так далее, надо, чтобы кто-то его заменил. Вопрос, где мы будем брать замену? Мы можем попросить другого слезаря что-то делать, но у него своя выработка, у него свой объем работы. Бегать и искать быстренько на улице слезаря на один месяц или на одну неделю, это тоже неправильно. Тогда мы обращаемся в компанию посредники, которые имеют этих работников уже в наличии, и они могут предложить их услуги. Они уже смотрят, кто сегодня свободен, кого куда можно распределить, и предлагают им работать и так далее. Каким образом осуществляется взаимоотношение между работниками, между фактическим работодателем и работодателем формальным, там, где устроены эти работники, по трудовому договору? Формальный работодатель, посредник, принимает на работу, оформляет на работу работников. Часто этим занимаются кадровые агентства, поэтому я с них начала. Затем у них есть клиенты, корпоративные клиенты, какие-то другие организации, которые к ним обращаются. И вот с этими формальными, фактическими работодателями заключается договор гражданского правового отношения между двумя организациями. И когда нужно работнику, который официально устроен в той организации, работать на территории фактического работодателя, он идет, работает, но зарплату и все остальные отчисления, риски выплачивает ему зарплату и несет ответственность формальный работодатель, там, где он устроен. Фактически работодатель только дает задание, что нужно сделать, контролирует выполнение. Поэтому, если фактическому работодателю, если его не устраивает этот работник, он может попросить замену, объяснив, естественно, почему замены и так далее. А если бы этот работник работал уже у работодателя, он бы не смог попросить замену. Единственное, что он мог бы сделать, наверное, как-то уволить его за что-то, за прогулки или по каким-то другим, или по соглашению сторон, то есть по каким-то определенным основаниям. А это определенные риски. Так, сейчас, секундочку, Лен, я прочитаю то, что Лариса написала, а потом отвечу на ваш вопрос. Хорошо. Лариса пишет, у нас работал мальчик от Manpower, восстанавливал базу данных, с утери на ноутбук, работал полтора месяца, это лизинг персонала. Не уверена, что это лизинг персонала. Скорее всего, это были, наверное, это оказание услуг просто, это гражданско-правовые отношения. Дело в том, что лизинг персонала, это тогда, когда у вас в штатном расписании есть эти должности, но некому выполнять функционал. А в этом случае, скорее всего, у вас не было в штатном расписании этой должности. Скорее всего, так. Елена, ваши вопросы? Я включу. Может быть, это общие. Если будет это, то просто пересетим. Хорошо? Спасибо. Итак, мы разобрались, что есть вот такие технологии. Хочу познакомить вас еще с одной технологией, так называемой инсорсинг, то есть внутрихолдинговый аутсорсинг. Понятия холдинга в российском законодательстве нет. Так же, как нет понятия аутсорсинг, инсорсинга, лизинга персонала и отставина. Тоже нет официального. Но мы знаем, что холдинговая структура представляет из себя некую управляющую компанию и плюс еще дочерние организации. Так вот, с точки зрения законодательства, эти организации являются отдельными юридическими лицами. С точки зрения фактического, они имеют, как правило, одних хозяев на одной территории или на разных территориях находиться, и один и тот же персонал. Поэтому, переходя из одной организации в другую, внутрихолдинга, работники вынуждены увольняться из одной организации и официально устраиваться в другую. Что такое инсорсинг, внутрихолдинга? Вот пример. Допустим, у нас отель. В отеле есть несколько организаций. Одна организация – это служба горничных, другая – служба питания, третья, допустим, управляющая компания – это управленческая деятельность, бэк-офис, бухгалтерия, отдел кадров и так далее. Так вот, для того, чтобы убирать в ресторане, нам нужны клининговые такие услуги. Нам надо обратиться в службу горничных, то есть в эту организацию, и они по гражданскому правовому договору будут оказывать эти услуги. Это называется инсорсинг, внутрихолдинга. Что же происходит у нас в законодательстве? Елена уже сказала, что у нас изменения грядут в законодательстве по поводу заемного труда. Как это выглядит? С 1 января 2016 года у нас будут введены новые статьи, в частности, статья 56-я с индексом 1 «Запрещение заемного труда». Вот так вот, запрещение и все. Запрет. И дано определение заемного труда. Это труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника. О чем речь идет? О какой технологии? Да, да. Под это понятие можно подвести лизинг персонала. Аутсорсинг можно и аутстаффинг тоже можно. Фактически это будет считаться заемным трудом. Сейчас, на секундочку, я отвечу на вопрос. Аутстаффинг, спрашиваю Лариса. Да, да, совершенно верно. Я вот... Итак, мы с вами продолжаем. И в Трудовом кодексе Российской Федерации введена новая глава, не только статья 56 с индексом 1, но и глава, целая глава, там ряд статей 53 с индексом 1. Называется она так. Особенности регулирования труда работников, направляемых временно работодателям к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников персонала. То есть самое, о чем мы говорили. Так вот, в одной из этих статей, которые будут введены с 1 января 2016 года, сказано, что частное агентство занятости или другое юридическое лицо, то есть посредники, имеют право направлять своих работников к физическому лицу или юридическому лицу. Имеют право. Не являющимся работодателем. Временно. Вот самое главное, чтобы были какие-то вот эти условия соблюдены. Временно. С их согласия, то есть письменное согласие работников, что да, я согласен, там работаю. Для выполнения работников определенных их трудовым договором функций, то есть если кадровое агентство принимает на работу охранника, то он может отправить этого охранника на другую территорию, работать только охранником, а не упущать, например. Здесь вот об этом речь идет. И условия оплаты труда по трудовому договору с работником должны быть не хуже, чем условия оплаты труда принимающей стороны. То есть если у нас в штатном расписании 10 штатных единиц охранников, 5 из них наши работники, и 1, 2, 3 до 5 приглашенные работники, у них должен быть один уровень оплаты, не ниже. В другой статье, 341 с индексом А2, написано, что частная агентство занятости имеет право заключать с работниками трудовой договор в случае направления его по договору о предоставлении труда работников. И дальше обратите внимание, к кому. Три категории здесь выделены. К физическому лицу, ну, например, если вам нужен бувернер, или водитель, или садовник. К индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу для временного выполнения обязанностей отсутствующих работников, если работник находится в отпуске, поход за ребенком и так далее. И третий вариант – это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо для проведения работ, связанных с заведомо временным до 9 месяцев расширением производства или объема оказываемых услуг. Например, у нас типография. И, о счастье, мы выиграли тендер за какую-нибудь защищенную продукцию. Это очень хороший тендер. Но до 9 месяцев нам нужно только на полгода работников. Представляете, что такое? Принимать на работу, потом увольнять. Мы обращаемся, опять же, к определенному агентству, и нам выделяют этих работников. Вот три ситуации. В современном мире многие компании пользуются не только каким-то одним подходом, но они комбинируют эти подходы. И вот сейчас то, что я сейчас вам покажу и расскажу, наверняка кто-то из наших кобинаристов, вот, по-моему, Лариса писала о том, что их компания пользуется этими технологиями, наверняка она узнает свою структуру. Почему называется «трелестники»? Потому что эти компании включают в себе как бы три слоя работников. Первый лист, так называемый, это работники основного штата компании, которых мы принимаем под готовым договором. Это наши основные работники. Второй лист, так называемые подрядчики, уборка, охрана. Как называется эта технология? Аутсорсинг, совершенно верно. И третий лист, это временные или частично занятые работники, например, сезонные. А эта технология называется? Аутстаффинг или лизинг, совершенно верно. Итак, аутстаффинг и аутсорсинг. Лариса пишет. Вы говорили, что аутсорсинг, долгие мужчины, если я теперь аутстаффинг, это какая именно аутстаффинг? Не совсем. Разница между аутсорсингом и аутстаффингом следующая. Аутсорсинг работает с целым бизнес-процессом. То есть, допустим, мы всех уборщиц, всю ворку убираем из сверхштата. Поэтому это может быть и кратковременно, и долговременно. Скорее всего, долговременно. Скорее всего. Аутстаффинг – это наши работники. Мы тоже долго с ними можем общаться и сотрудничать. Только мы их набираем, мы их увольняем. Нет, долгосрочные. Они могут быть и краткосрочные, и долгосрочные. Единственная разница в том, что мы не платим за них налоги, ну, какие-то отчисления мы делаем определенные. Посредники. Это вот те самые кадровые агентства или другие посредники, какие-то лизинговые агентства, которые оформляют этих работников к себе в штат. И они считаются формальными работодателями, и всю ответственность несут они. Вот в чем смысл. Ну, а у нас только аутстаффинг, аутсорфинг тоже не нужен. Давайте продолжим. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это как вместо подбора персонала проводить работу с конкретными сотрудниками. Мы обсудили с вами организационные, а теперь конкретные сотрудники. Что сюда входит? Во-первых, это работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, рост производительности труда, изменение мотивации, повышение квалификации и работа с кадром резерва. Ну, теперь по порядку о каждом из них. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно 91 статье Трудового кодекса, какая? Такая? Более 40 часов в неделю. Совершенно верно. Итак, рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнить трудовую функцию. Какие могут быть формы работы за пределами нормальной предложения рабочего времени? С одной стороны, это сверхурочная работа, и с другой стороны, это ненормированный рабочий день. Давайте разбираться, в чем разница. Начинается сверхурочная работа. Если работник находит на рабочей месте не 40 часов в неделю, а гораздо больше, как Елена сказала, сидит на работе, а потом приходит к работодателю и говорит, оплатите, пожалуйста, я же вчера до 12 часов ночи работал, то работодатель имеет право ему отказать. Почему? Потому что это никакая не сверхурочная работа, поскольку сверхурочная работа, определение сверхурочной работы в 99-й статье дана. Это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя. Была инициатива работодателя? Нет. Был приказ или распоряжение о том, чтобы работник работал в сверхурочной? Нет. Следовательно, он оставался по собственной инициативе. Почему? Это уже другой вопрос. Вполне возможно, что он неправильно организует свое время. Или неквалифицированное. Ему больше времени требуется для выполнения своей работы. Или он вообще целый день непонятно чем занимался, а потом решил остаться и все-таки выполнить свою работу. Далее. Это пределы, установленные для работника, продолжительность рабочего времени. Ежедневные работы смены, а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Учетный период может быть месяц, квартал, полгода, максимум это год. Мы знаем, что есть ограничения при привлечении сверхурочной работы. Я напоминаю, что мы говорим в рамках подбора персонала. Например, если у нас есть вакансия, и мы пока еще не подобрали на это место кандидата, или вообще решили не подбирать, потому что это краткосрочное отношение. В этом случае можно привлекать к сверхурочной работе в течение какого-то времени, но при этом учитывать следующие ограничения. Во-первых, есть категории, которых мы ни в каком случае, ни за что не можем привлекать к работе сверхурочной. Кто же это? Согласно 99 статье, это две категории. Вот эти две категории, беременные женщины и работники возраста до 17 лет, они проходят красной нитью через весь родовой кодекс, в частности, и запрещается сверхурочная работа. Что касается инвалидов, сейчас мы тоже об этом поговорим. Так, у нас письмо еще одно, давайте посмотрим. Беременная, пишет Лариса, да, вот абсолютно верно, Лариса угадала. То их можно допустить к сверхурочной работе, инвалиды и женщины, имеющие детей, вот всегда 3 лет, но при трех условиях. Первое, письменное согласие должно быть от них. Второе, они должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от этой работы, потому что мы там должны прописать, что вы имеете, согласно 99 статье, трудового кодекса, право отказаться и так далее. Нет, не отказываюсь. И третье условие, это то, что должно быть обязательно наличие медицинского заключения о том, что этим категориям не противопоказано работать сверхурочной. Вот если три условия соблюдены, то эти категории можно допускать беременных женщин и работников в возрасте до 18 лет ни в коем случае нельзя. Теперь по поводу продолжительности рабочего времени. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд. Например, сегодня после работы осталось на 4 часа, и все, и завтра мы уже не можем привлечь на это же время. Либо мы разбиваем это время. У нас получается 2 часа отработал сегодня и 2 часа завтра. Суммарно эта продолжительность в течение года не должна превышать стабильность. Конечно. Поскольку сверхурочная работа предполагается по инициативе работодателя, то должно быть либо распоряжение, либо приказ. И оплата. Согласно 52-й статье Трудового кодекса, мы знаем, что оплата производится за первые 2 часа сверхурочной работы не менее чем в полотенном размере, но дальше уже умножается на 2. То есть не менее чем в двойном размере. Поэтому здесь, конечно, есть некий минус. С другой стороны, если сверхурочную работу за месяц перерассчитать на трудозатраты и другие затраты, связанные с подбором персонала, очень часто выходит, что сверхурочная работа более выгодна, нежели подбор персонала. Тем более, если это срочный трудовой договор на какое-то определенное время. Ненормированный рабочий день или узаконенное рабство. Статья 101 Трудового кодекса написана очень разной так. Ну, например, там написано, что это некий особый режим работы, хотя не проясняется, что такое особый, для определенных должностей. Ну, правда, законодатель дает возможность работодателю самому определять перечень этих должностей. Обратите внимание, не конкретных лиц, а именно должностей. Например, у нас все водители работают с ненормированным рабочим днём. Или все секретари. Не может такого быть, что один секретарь работает с ненормированным рабочим днём, а другой почему-то с нормированным. Далее, про распоряжение работодателя. И не уточняется, какое это распоряжение должно быть в письменной форме или в устной форме. При необходимости. Тоже непонятно. А что такое необходимость? А где эти границы необходимости? Что такое? Почему у нас перескакивают слайды? Давайте вернём. Эпизодически. Тут тоже непонятно, потому что работатели считают, что эпизодически это каждый день. Каждый день у них эпизод. А работники считают, что эпизод может быть только раз в год, например. А вот, пожалуйста, конфликтная ситуация уже. Могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций. То есть если работник выполняет функции, допустим, секретаря, то при ненормированных рабочих дней нельзя заставить его выполнять, допустим, работу уборщица. Потому что это не его функция. Ну и за это законодательство работник имеет право на трёхдневный оплачиваемый отпуск. Не менее, чем три дня. Больше можно. Какие доплаты не предусматриваются. Что-то ненормировано, ненормировано. За деньги? Нет, за год. То есть количество дней не ограничено. Вы же видите, можно каждый день привлекать, если мы можем объяснить, где необходимость. Так мы и назвали это законным рабством. Ещё один подход – это рост производительности труда. Раньше мы делали это за неделю, а теперь мы это делаем за один час. Каким образом это можно… Рост производительности труда. Разные существуют варианты. Можете предложить какой-нибудь вариант? Тукрас и производительность труда выросла. Мотивация появилась, но это у меня следующая, я отдельно выделила мотивация. Я сейчас приведу пример. Допустим, рекрутер, менеджер по подбору персонала. Допустим, менеджер по подбору персонала закрывает какую-то вакансию в течение месяца. А потом вдруг раз, и эту же вакансию он закрыл за неделю. Вот рост производительности труда. Вот, совершенно верно. Как это произошло? Например, у него уже есть своя база. Абсолютно верно. Когда они говорят, как все другие. Да, и где их выбирать. И где вот каналы. Совершенно верно. Он нашел канал, через который можно привлекать. Рост производительности. Да, рост производительности. А у нас еще сообщение, нам что-то написали. Опыт, пишет Лариса. Оборудование улучшить. Отлично. Отлично. Все правильно. Ну, и вот Елена начала говорить про мотивацию. Да, изменение мотивации. Это тоже очень важно. Потому что если мы оплачиваем работнику за то время, которое он находится на работе, естественно, мотивации к достижению результатов не будет. Если мы делим оплату на две части, одна часть постоянная, вторая переменная за какие-то результаты, то, естественно, должно вообще повыситься и эффективность работы. Повышение квалификации. Пример я уже приводила. Когда человек совершенно не имеет работу с клавиатурой из какой-то программы, и вдруг вот он обучился, и теперь ему гораздо проще это все делать. И работа с кадровым резервом. Что такое кадровый резерв? Это те самые перспективные специалисты, которых мы можем продвигать. Либо вертикально, либо горизонтально, либо как-то еще. И сейчас очень модное направление – это работа с талантами. Talent management. То есть выбирает самых-самых одаренных и дальше уже развивает их потенциал. Это тоже очень удобно, потому что если нам потребуется закрыть какую-то вакансию, мы можем уже среди своих сотрудников выбрать того, кто может это выполнять. С одной стороны, да, это здорово, потому что человек проверенный, мы понимаем, что он готов к этому, мы его знаем, и личностные качества, и деловые качества. С другой стороны, есть какой-то риск. Какой риск здесь имеется? Из резервиста мы выбираем кандидата на закрытие этой вакансии. Да, может, понять, если мы… Если мы есть, мы сможем, потом может все-таки не ближе. Да, вот Елена предложила такой вариант риска, что этот работник, когда начнет выполнять функции, поймет, что это не его, что то, чем он занимался раньше, ему ближе. А как вы думаете, на ком лежит ответственность за то, что работник не знал, чем он будет заниматься, ну, и не смог сам себя оценить? Да, то есть человек, который принимал решение препятствий, он должен, потому что он может подготовить их подготовить. Совершенно верно, я бы сказала, на работодателя, потому что работодатель должным образом не подготовил этот резерв. Верно? Ну, я бы сказала, что речь идет, наверное, не об одном человеке, а о целой системе. Да, сейчас я поясню, но сначала прочитаю то, что нам написали. Производительность, результат более упрощенный, но качественный. А, да, верно, согласна. Дело в том, что если неправильно работать с кадром резервов, то может получиться именно то, о чем мы говорили. Мы переводим работника, он не готов, и в результате вот такой направо получается. Если правильно выстроена работа с кадром резервов, то начинается все с чего. Сначала мы оцениваем весь персонал, выбираем самых лучших, и затем мы их готовим. Причем готовим не просто теоретически, даем ему какие-то знания, но и на практике даем возможность попробовать. Например, во время отсутствия руководителя этот резервист может выполнять частичные его функции. И тогда уже на этой практике он уже попробует. Перед тем, как мы его официально перевели, он уже пробует этот функционал и думает, нравится, не нравится, получится. А риск, на самом деле, очень серьезный. Это то, что когда мы забираем работника с одного рабочего места и его переводим в другое, то здесь что образуется? Та же заканчивая, получается, что все равно подбор нужен. И тут мы опять включаем альтернативный подбор. Либо мы распределяем этот функционал между другими работниками, либо, если уж мы и занимаемся подбором, то, во-первых, на более низшую должность, а это всегда проще. И, во-вторых, у нас сохранился этот работник, и он может частично выполнять функции, пока мы ищем другого работника, и затем обучить этого нового работника правильному выполнению его функционала. Ну что же, давайте посмотрим, какие вопросы мы с вами рассмотрели, и будем подводить итог. Итак, вы выяснили, существуют ли альтернативы подбору персонала, и ответили, все-таки существуют. Как организационные изменения помогут заменить подбор, мы выяснили. Как вместо подбора персонала эффективно используют современные кадровые технологии, которые перечислены. Как проводить работу с конкретными сотрудниками. И сейчас будем приходить к ответам на вопросы. Но сначала мне бы хотелось понять, насколько вы усвоили эту информацию. Давайте проверим наши знания. У нас будет пять вопросов, и сначала я дам возможность вам ответить, а потом покажу правильные ответы. Хорошо? Итак, какие из перечисленных направлений относятся к альтернативам подбору персонала? Я сегодня говорила о двух больших группах. Если вы точно не помните, как они называются, вы можете своими словами это обозначить, а потом мы определим, верно или неверно. Итак, какие из перечисленных направлений относятся к альтернативам подбору персонала? Адсорсинг, лизинг. Адсорсинг, лизинг. Они все относятся к какой группе? Рейнженеринг. Рейнженеринг, правильно. Все они относятся к какой группе? Так, а у нас есть письмо, сообщение. Давайте посмотрим. Лариса пишет, заемный труд. Спасибо. Но напомню, что речь шла о двух направлениях. Это организационные изменения и работа с конкретными сотрудниками. Например, заемный труд, аудсорсинг, лизинг, реинженеринг, бизнес-процессов. К какому из них относятся? К организационным изменениям. Не важно, кто у нас работает из сотрудников, нам важно, что какие-то перемещения внутри организации происходят. А работа с конкретными сотрудниками – это как раз урочная работа, ненормированные рабочие дела и так далее. Вопрос второй. Что можно отнести к организационным изменениям? Теперь вы уже знаете правильный ответ. Повторяйте. Организационные изменения. Только что это проговорили. Да. Все правильно. Давайте прочитаем, что нам пишут наши удаленные слушатели. Реинженеринг и изменения структуры. Замечательно. Итак, правильные ответы. Автоматизация бизнес-процессов. Реинженеринг, перестройка бизнес-процессов. Перераспределение функций. И современные кадровые технологии. Вопрос третий. Перечислить современные кадровые технологии, которые можно использовать вместо подбора. Аустафинг, 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 персонала. Все правильно. Следующий вопрос. Какие методы работы с конкретными сотрудниками можно использовать вместо подбора персонала? Ну, повысить квалификацию. Еще. Перемещение. Перемещение. Кадровый резерв вы имеете в виду, да? Что еще? Возвращение штата. Увольнение работника. Альтернатива. Хорошо. Кадровый резерв. Мотивации пишут наши. Удаленные слушатели. Отлично. Татьяна или Марина не могу определить, потому что Лариса написала, что кадровый резерв, например. Кто-то вот написал, я не знаю, кто написал. Мотивации. Все верно. Итак, повторим. Это работа за пределами нормальной продолжительности времени. Это сверхурочная работа и ненормированный рабочий день. Рост производительности труда. Кадровый резерв. Изменение мотивации. Повышение квалификации. Ну, могут быть какие-то другие. А теперь пятый вопрос. У меня нет ответа на пятый вопрос. Как это ни странно, но мне бы хотелось все-таки от вас услышать ответ. Звучит он так. Какие альтернативы подбору персонала вы бы выбрали для своей организации? И почему? Что вашей организации подошло бы? Пожалуйста, Дарья. Я бы мотивировал сотрудника. Мотивацию вы бы выбрали? Ну, сделать. Ну, как бы, с функцией, ну, с альтернативой, хотел бы чуть-чуть бы, ну, как бы, добавила сотрудникам, ну, дополнительное, что-то под участок, так как бы, говоря. И, как бы, ну, больше, как бы, та возможность получить, как бы, ну, получить, ну, все нормальные. Ага, и повышение квалификации. Спасибо. Елена. То есть речь идет о кадровом резерве, да? Я правильно понимаю? Да, да, да. То есть, допустим, вот, если нам нужны продавцы, и, там, администраторы, директора магазинов, то это внутри компании просто. И очень быстро, чтобы у всех продавцов было 20 товаров. Чтобы все продавцы были директорами? Да, абсолютно. Это здорово, когда у нас есть возможность такая развития филиалов, например, да? А когда у нас один единственный магазин, это сложнее. Но в вашем случае, видимо, это возможно. Поэтому, и вы говорите именно о кадровом резерве, о перемещении. Да, это правильно. Спасибо. Больше ничего не подходит из перечисленного. Перераспределение фондов, сверхпрочная работа. Знаете, вот перед республикой, я сказала, что врачи в свои, как бы, как бы, как бы, ну, надо, чтобы, как бы, давайте, как бы, потихонечку, как бы, вводить в эту, в те, вот, в основном, ввести. Спасибо, Дарья. А вот Лариса пишет, у нас все загружены, и нет перспектив карьеры. Не знаю. Ну, вот такой ответ у нас поступил. Спасибо. А сейчас я напоминаю, что мы с вами говорили о подборе персонала, об альтернативах подбора. Если же невозможно отказаться от альтернатив, тогда приходите, мы вам расскажем, как правильно подбирать и оптимизировать этот процесс. Например, на практический курс по подбору персонала. Документы об окончании, которые вы сможете получить по окончании наших курсов, это свидетельство, сертификат на английском языке, удостоверение о повышении квалификации и диплом о переквалификации, о том, что вы получили какое-то новое направление. Теперь я готова ответить на ваши вопросы, если у вас осталось. Нет. Если вопросов нет, тогда мы заканчиваем. Перед вами адрес моей электронной почты корпоративной. Если у вас возникнут вопросы, вы можете писать. Я постараюсь вам ответить. И я благодарю за участие в нашем вебинаре и прощаюсь с вами. С вами была Светлышева Ольга Еревна. До новых встреч.